В Павлодаре начали проводить операции по возвращению слуха. Под руководством известного немецкого профессора Хенни Хоймана врачи освоили уникальную технику. Она позволяет делать операцию в среднем ухе на площади всего в один кубический сантиметр. Эта ювелирная работа обеспечивает ошеломительный успех, говорят отоларингологи. Пациенты начинают слышать даже после многих лет страданий тугоухостью. Заведующий лор-отделением областной больницы Нуржан Мирханов первым перенял опыт проведения сложнейших операций на среднем ухе. На мастер-классах вместе с немецким профессором они вернули слух трем десяткам пациентов. Ирина Матавилова только вчера перенесла операцию. Она с детства не слышала левым ухом. Операция была очень сложная. Я рада, что попала к таким докторам и что получила очень высоко квалифицированную помощь. Многолетняя хирургическая практика сделала немецкого профессора настоящим виртуозом. Он безошибочно орудует в слуховом проходе на площади в один кубический сантиметр. При этом разработанная им методика полностью избавляет больных от последствий воспалительных процессов. И тяжелый случай не приговор. Доктор Хойман может даже восстановить поврежденную барабанную перепонку. В первую очередь задача это закрыть перфорацию барабанной перепонки и успокоить ухо, убрать причину, чтобы она больше не воспалялась. На втором плане стоит слух и чаще всего пациента будет значительно лучше слышать. По статистике в Павлодарской области тугоухостью страдает более 2000 человек. Большая часть из них нуждается в слухоулушающих операциях. Теперь павлодарские отоларингологи смогут их проводить. В нашей больнице оборудование оснащено полностью. Также в прошлом году мы приобрели титановые протезы, которые уже в прошлом году мы уже начали устанавливать. Есть хорошие результаты. Для проведения этих сложных операций требуется соответствующее медицинское оснащение. По мнению немецкого профессора, областная больница сегодня имеет все необходимое оборудование. Но проблема в том, что оперировать здесь могут только взрослых. Ербул Абишев, Арман Никубов, Алексей Амельницкий из Павлодара.